Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и сегодня будем обозревать FV201, которого выложили на продажу в комплекте с кромвелем B. За 7000 набор, но я считаю, что это дорого, нормальная цена где-то 16500, с учетом того, что здесь есть бустеры, X5 и каму. Но опять-таки, на тот же самый кромвель B, который без каму выглядит вот таким вот образом, А когда вы на него надеваете этот камуфляж, выглядит точно так же, просто появляется несколько надписей на нем. Ну, я такое себе сказал бы по поводу данного камуфляжа. Что касается каму на FV, да, действительно, британский стиль, выглядит очень классно, супер, плюс к тому в прицелах периодически помогает прятаться от пробитий. Но опять-таки, машина не сильно отличается броней, я бы сказал, что это большой средний танк с не очень хорошей подвижностью. Что касается продажи по отдельности, то 3500 кромвель B, ну уж точно не стоит, нормальная, адекватная цена, на него где-то 12500, и то с натяжкой. Просто по той причине, что можно за 3500 порой купить годную семерку, ну а здесь шестерка и не сильно-то и годная. Что касается FV201, объективно данная машина должна стоить где-то 33500, и здесь, ну в голом состоянии, здесь получается вдобавок за 500 голды вам дают открытое все оборудование. Но лучше бы, честно говоря, машина стоила 3500, а оборудку бы уже открыть себе за серебро. Но это мое мнение, вы свое пишите обязательно в комментариях. Берем машину, отправляемся в бой, единственное что, хотелось бы отметить, в чем классный, классный, огромный плюс данной машины, так это в годном хорошем орудии. Угол склонения орудия вниз минус 8, позволяет комфортно отыгрывать на неровностях. Пробитие в 180, ребят, но это с учетом того, что у меня оборудка установлена именно на калиброванные снаряды, я не ставил себе досылатель, потому что даже 3,5 секунд мне больше, чем достаточно для того, чтобы комфортно играть. Представьте себе, через каждые 3,5 секунды вы выбрасываете по 160 единиц альфы. И таким образом получаете вполне реализуемый ДПМ в 2750 единиц. Я лично на фвшке очень часто вывожу от 2,5 до 3 тысяч урона и считаю, что это очень неплохо на седьмом уровне и, как правило, занимаю как минимум второе место в команде, а то и первое. Бывают, безусловно, и сливные бои. Что касается времени сведения, то меньше 3 секунд, крайне комфортно и удобно. Что касается разбросов, тоже все просто супер и орудие отличается своей точностью, в том числе и на дальних расстояниях. Пока запрыгиваем в бой, приглашаю всех на свой дискорд сервер, где вы можете пообщаться с другими ребятами, которые любят танки, похвастаться своими результатами. Плюс к тому, есть разделчик новостей игры, которые там публикуются, как только новости появляются в официальных источниках. И есть раздел новостей канала, где публикуются информации о выходах новых видео. Зачем вам эта информация? А затем, что если вы подписаны на канал, а кстати, если не подписаны, подписывайтесь прямо сейчас. И для подписчиков канала проводятся розыгрыши каждую субботу. В эту субботу состоится розыгрыш особого пропуска на батл пасс этого месяца. Поэтому подписывайтесь на канал. По ссылочке в описании к этому видео вы найдете короткую видеоинструкцию, как поучаствовать в розыгрыше. От вас не требуется ничего. Просто подписаться на канал, быть активным в обсуждении видео, которые будут выходить на канале. Ну и, соответственно, прийти на сам розыгрыш, зарегистрироваться и попытать своей удачи. Один из наших победителей уже получил свой приз. Ждем следующего. Что касается машины. Машина подвижная, ну, как обычный тяжелый танк. Ничего выдающегося, ничего уникального. По броне. Когда отыгрываешь от башни против семерок, да, окей, нормально. Восьмерки пробивают. И это очень дискомфортно. Что касается точности орудия. Точность орудия очень классная. Мне лично заходит. Сейчас было больше фарта, чем закономерности. Потому что машина, как я уже сказал, особой броней не отличается. Уходим вниз. Ну и попытаемся Федю встретить снизу. Как-то вот так вот, по нижнему бронелисту. Время перезарядки у орудия просто обалденное. Как я говорил, 3,5 секунды. Позволяет отыгрывать очень бодро. Накидывать очень жестко. И в тот момент, когда соперник делает по тебе один выстрел. Ты в ответ ему даешь как минимум 3. Ты успеваешь это сделать с очень хорошей точностью и вполне нормальным пробития. Не знаю, ребят. Мне очень заходит одна из самых фановых машин на уровне. Но это лично мое убеждение. Я не из тех ребят, которые заценивают машины исключительно по количеству всего, что ты можешь вывести за бой. Не только одними монетами сыт будешь. Мне бы хотелось получать удовольствие от боев. И на данной машине я удовольствие получаю. Сейчас попытаемся убежать от ТТшников. Поедем поразбираем Прогу 46. Да, кстати, как бы смешно это не звучало. Попытаемся ее поразбирать. Накидать какого-то урона. А там дальше видно будет. Встречает меня Прога. Решила отвлечься. Попытаемся сейчас ее загуслить. Жаль, не получается. Но, по крайней мере, накидываю с уроном. Это уже хорошо. Ну и в целом, с учетом того, что играем сейчас с преобладающим большинством восьмерок, и если я сейчас правильно вижу расстановку сил, то мы, в принципе, были одной из двух семерок в данном бою, то в целом наша результативность довольно неплохая. Психану сейчас поеду разбирать ТТшников. Понятное дело, что он мне там в дыню может хорошенько дать. Но, в конце концов, не стоять же в кустах там весь бой. Не знаю, ребят. Кто-то может написать в комментариях, что ГСН рекламит Танчик. Я не рекламлю Танчик. Я просто высказываю свое мнение по поводу данной машины. Если я сказал честно по поводу того, что Кромвель Б меня смущает, и ничего особо фанового я в нем не нахожу, то в данной машине для меня очень, очень большой потенциал удовлетворения от боев. Если ты играешь сугубо ради того, чтобы набивать себе какой-то средний урон или проценты побед и так далее, то ты забываешь о самом главном. О том, что игра должна приносить удовольствие. И играя на ФВшке, вот так вот, вы действительно будете это удовольствие получать. Я не агитирую вас покупать за 4000 данную машину или в составе набора. Своё мнение по поводу ценника я уже высказал. По-моему, высказал его абсолютно открыто, никого не стесняясь. Абсолютно не страдая, абсолютно не напрягаясь, практически 2000 урона, сделанный один фраг. Да, обалденно отыграла команда, но и мы тоже не были там лишними. Я бы не сказал, что мы были там запасными. 42 тысячи с учетом прем-аккаунта. По-моему, для семерки за вот такой вот бой, по-моему, очень даже нормально. Что касается результативности по урону, то обратите внимание, я сделал урона больше, чем некоторые другие машины, занял третье место в бою. Как правило, занимаю первое-второе. Но в основном это те бои, в которых среди соперников до двух восьмерок или вообще их нет. Ну, правда есть правда и нечего ее скрывать. Против восьмерок отыгрывается сложновато, потому что мало все-таки против восьмерок подвижности, чтобы успеть свилять от них. Ну и брони не так уж и много для того, чтобы можно было им противостоять. Как правило, даже ваши товарищи с вашего уровня, я имею ввиду ваши, как это правильно сказать, соуровневцы. Нет, неправильный термин. Но я думаю, вы поняли, о чем я говорю. Ребята вашего уровня, семерки пробивают вас вполне спокойно в нижний бронелист и практически не напрягаясь пробивают вас в верхний бронелист. Это очень печально. Ну и согласитесь, против восьмерок с такой расстановкой брони, безусловно, не повоюешь. Но в целом удовольствие от машины вы точно будете получать, если вы ее заимеете. И кстати, ребят, обратите внимание, что в игровом событии этого месяца, в операции абордаж, если вы откроете контейнер и посмотрите, что оттуда может выпасть, то там есть как раз FV-201. И в свое время я говорил, что те призы, которые здесь есть, я имею ввиду танки. Наверное, одни из самых годных предложений, которые я встречал последние разы в батл пассах. Были более унылые машины. Покупать или не покупать, безусловно, ребят, решать вам. Мое дело показать вам машину такой, какая она есть на самом деле. Если вы за честность обзоров, подписывайтесь обязательно на канал, ну и жду вас на своих розыгрышах. А на данный момент у меня все. Всех благ, всего хорошего. Мира, друзья мои. И обязательно спокойствия. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok